хоть кто-нибудь скажет причину выселения кто-то написал нет потому что она не выгодно скажу конечно она не выгодно только не мне она не выгодно тем кто сегодня на этом зарабатывает деньги и причина выселения это грязный бизнес в сфере недвижимости на уровне государства в котором замешана рижская дума но давайте по порядку я сразу скажу что оснований для выселений нас из этой квартиры не не было и нет если судебные решения которые доказывают то что вся власть в латвии коррумпирована потому что сегодня есть судебное решение которое противоречит законам которые не имеют под собой никаких законных оснований и это говорит о том что сегодня добиться своих прав в латвии честным путем на уровне закона законодательном уровне ты не можешь потому что если власти будут угодно так как надо ей ты всегда проиграешь суды я думаю что вы со мной в этом согласитесь если им нужна квартира они ее заберут любым путем ты проиграешь суды как проиграл их я на каком основании было именно сейчас выселение то есть само дело уже длится с девяносто четвертого года я напомню что в этой квартире мы проживали с 85 года 1985 год это еще советское время мои родители получили эту квартиру как многодетная семья работая стояли на очереди получили эту квартиру мы туда заехали и там прошло мое детство и когда латвия стала независимой вы знаете распродали все на что латвия могла жить на чтобы жили наши чиновники и они придумали хороший бизнес квартирный классно у людей можно отбирать квартиры их можно продавать это самый легкий самый самый легкий самый большой бизнес который можно было сделать и можно прикрываться властью и делаться на государственном уровне классно конечно классно тогда начались создавались счета это один из вариантов был поднимались коммунальные услуги люди не могли платить и значит на основании дали приватизацию квартирам люди приватизировали квартиры потом у них отнимали их же жилье на с долги потому что например из муниципальной квартиры на тот момент не знаю точно как сейчас точно нельзя было выселить за долги можно было выселить если ты только не платишь три месяца нужно не заплатить и тогда на этом основании если ты не платил тебя могут выселить даже если ты платил тогда были латы один лад тебя выселить было нельзя и были люди которые не справлялись с платежами ему отец будучи правозащитником будучи юристом он сказал платите хоть сколько то но всегда платите и для того чтобы защитить людей для того чтобы встать с ними вместе на одну сторону мой отец стал поступать точно также то есть он хотел показать как власть сегодня действует противозаконно он задал один вопрос на который по сей день нет ответа ни у нас ни у вас техника экономические обоснования тем тарифом которые сегодня есть на коммунальные услуги то что коммунальные услуги сегодня бизнес в государстве я думаю что вы тоже не будете оспаривать это государство не должно зарабатывать на том без чего человек не может прожить но не может зарабатывать на том что люди не должны мерзнуть квартирах на отопление свет который без которого человек не может прожить вода а наше государства не только наши конечно но я говорю о латвии это бизнес те тарифы которые уже сегодня имеются это самый настоящий геноцид потому что люди в латвии давно уже уничтожаются на государственном уровне так вот пойдя против этой системы мой отец создал свое дело правовое но власть решила показать понятно что если бы мой отец выиграл это дело то все дела должны были уже те дела которые были массы выселения людей из квартир из домов должны были бы пересматриваться они никак не могли допустить того чтобы он это дело выиграл и естественно они состряпали против него дело так как он был грамотный юрист так как правовым путем они не могли его победить я в предыдущем видео рассказывала что они сделали была реорганизация обслуживающего дом управления который обслуживалась и стали присылаться двойные счета я приложила их и показала вы можете мне верить можете нет но есть факт еще раз призываю ребят верить только результатом и фактом такое было так появилось решение но я скажу больше до этого это решение появилась в 2004 году но до этого есть решение девяносто пятом году есть решение в девяносто седьмом году о том что нашу семью из квартиры выселять нельзя те кто знает право есть такой закон по одному и тому же спору с одними и теми же лицами по одну от один тот же предмет один раз только может быть дело в сути и если решение вступила в законную силу второй раз нельзя подавать было два решения в нашу пользу 2 но появилась третье и потом появилась четвертая четыре иска они не решение в 2004 году появилось решение высадить моих родителей из квартиры этого никто не смог сделать до тех пор пока был жив папа приходил судебный исполнитель двери были открыты мой отец в свое время против этого беззакония объявил бессрочную голодовку после которой он конечно пострадал такими методами боролись советское время да то есть если ты объявляешь голодовку то значит ну ты просто на пустом месте голодать не будешь значит реально есть ну масштабная проблема и тогда правительство она все-таки обращала внимание на это и твоя проблема решалась то есть да таким способом человек привлекал внимание к своему делу потому что по-другому были проиграны все суды понятно что представители власти сегодня приходят нас есть судебное решение мы должны вас выселить а то что это решение преступное это никто разбираться не будет на потому что не прокуратура не и верховный суд которые должны были отменить это решение разобравшись они этого не сделали так вот когда папа умер пришли выстелять маму вы знаете что такое для советского человека потерять жилье и после смерти папы так получилось что я переехала жить к маме с детьми с маленькими и конечно на тот момент когда пришли выстелять мамы просто сказала что вы не можете зайти в квартиру потому что в ней живу я и так оно и было я фактически уже оплачивала два года счета я проживала там то есть за квартиру не было долгов и на этом основании до судебный исполнитель ушел у нас не трону на этом основании я подала иск в суд о том чтобы со мной узаконили отношения так как два года этом уже живу так как оплачиваются все счета то есть есть де-факто что в этой квартире я нахожусь и такие дела в латвии есть успешно который заключается договора и все какая разница если платится за квартиру то есть все окей тем более что я попадаю под многодетную семью меня трое детей как бы ну мама пенсионерка всякие доходов таких но нету чтобы но в общем то это уже такие детали да вот поэтому попадаем под все статьи чтобы в этой квартире чтобы с нами заключили договор я также обратилась к тесе псаргу это обдузмен с не могу правильно выбрать это слово который дал свою рекомендацию у меня есть его решение что-то с вами нужно нужно заключить договор есть не только его рекомендация письменно есть даже видео в котором он сказал что ты факт эти люди там живут и поэтому тем более что уже на тот момент было 15 лет как существовало решение которое не исполнили угры но есть все основания как бы за давностью закрыть то дело заключить договор и дать этой семье спокойно жить долгов нет претензий нет но есть принцип есть принцип рижской думы все пошло не по их я подала в суд и знаете и судья первой инстанции на во время первого заседания она очень защищала права детей то есть она указала дому управления которая с нами судилась но это понимаете они же работают от рижской думы да на их несовершенство в исковым их в исковом заявлении и то есть я видел что она была на нашей стороне и вдруг резко она переобувается я была уверена что выиграю этот суд и вдруг резко вообще нарушая права детей всех я сейчас не буду вдаваться в подробности вносится решение значит выселить меня из квартиры с детьми мы обжалуем апелляционная инстанция и апелляция рассматривалась на закрытом письменном заседании то есть вы понимаете выселяются несовершеннолетние дети из квартиры а суд рассматривает письменный говорит нам достаточно документов и как вы думаете какое решение вынесут вынес решение о том чтобы выселить естественно что касаться мы тоже проиграли и даже на то что я просила чтобы показать найти новое жилье чтобы с детьми нас оставить судья не дала разрешение сказала выселить